Мы проиграли, в принципе, мы понимали, на эту игру ехали, понимали, что будет произведена ротация состава, увидели, по сравнению с тем, что мы играли в Бельгии, 7 человек, мы поменяли, поэтому деваться некуда было, я понимал, что ребята не выдержат, потому что играли, буквально 30-го играли, после игры сразу был вылет, всю ночь летели, в пятницу только дома были, мы не успели, ну, то есть, ничего страшного в этом не вижу, Я прошу вашу команду поздравляю с победой, единственное, я все равно останусь на своем мнении, я просмотрел две игры, которые ваша команда тоже до этого провела, одну из них здесь, с Динамо, мы на таком поле не имеем права мы играть в Бельгии, это издевательство над футболистами, прежде всего, и я от своего не откажусь, потому что это так, мы в том году здесь, ну, через Силючорцем, это не получше поле, но все равно оно не соответствует тем параметрам, которые должно... Соответствует нормальное поле, было бы более хорошее, я думаю, с Силючорцем другая работа, поэтому комментировать особо нечего. Спасибо, вопросы будут? Представляйте, пожалуйста. Мохин, Дмитрий, ну, вы совершенно правильно сказали, но в прошлом году или чем-то разрешали играть, это первый вопрос, а второй вопрос, все-таки вам предоставят игры, вот, так бог, чтобы дальше в Лиге Европы, и вам предоставят игры с другими соперниками, чем так, то есть у вас опять будет нагрузка как бы тратация состава? Однозначно, потому что мы готовы к этому, поэтому и сейчас готовились к этому. Где-то у ребят есть амбиции, но я сегодня не увидел у нашей молодежи амбиции, поэтому им есть над чем работать, будем дальше работать, двигаться дальше, это наша жизнь. А что касается Ильичовца разрешали, да я вообще не понимаю, что у нас происходит вообще в Федерации, почему разрешают. Неужели нельзя, кроме Днепропетровска, больше нету, где найти какое-то нормальное поле? Ну, поверьте, это неправильно. Это неправильно, но на таком поле играть, я же говорю, я смотрел игру с Динамо, а Динамо мучилось. Если бы не тот пенальти злосчастный, который поставили в ворота Сталин, то неизвестно, как они тоже закончили. Поэтому понятно, что здесь все команды будут мучиться, где-то преимущество есть у Сталин. Потому что игра очень проста, длинная передача, то, что я ребятам сегодня тоже рассказал, хотя мы больше пытались через пас играть, но здесь очень сложно играть через пас. Это я вам точно могу сказать, поэтому я не имею. Ну, а то, что мы молодежь наша, ну, все равно ее надо давать играть. Будем стараться все равно где-то вставить и вытягивать на более высокий уровень, потому что тот уровень, который они сегодня показали, конечно, это плачевно. Еще вопросы? Пожалуйста. Юрхименко Михаил, «Брутальный футбол». Оцените, пожалуйста, судейство, потому что сегодня было много стыков, таких, как вы их вообще расцените? Это грубость, это там, поле, это там, судья не рассчитываете? Ну, я грубости не увидел ни с одной, ни с другой стороны, поэтому я не могу сказать, что там грубость была. То, что первый год забитый, у меня поразило, почему он возмущался. Сначала получил травму наш игрок, и серьезную травму, пусть судья зайдет, посмотрит на него, что у него с ногой. У него там такая гематома, что мама не горюй. И выбыл, я думаю, на неопределенный срок. Как момент развивался, он пробросил, его толкнули в спину на своего же игрока. Вот они столкнулись и получил он эту травму. Неужели не видно, когда человек рядом? Это раз. Второе, ладно, есть же фейерплей, но фейерплея не было как такового. Пронеслись атака, ничего страшного. Мы начали готовить замену. Подготовили замену. Шла наша атака. Мяч вышел за лицевую линию Стали, не Прозрежинская. Судья должен был произвести, дать зайти новому игроку. Но он этого не делает. Он начинает спорить с игроком Стали, что-то ему рассказывать. Как в это время вы вводите мяч, прогоняется атака, на одного меньшее, забивают гол. Забили передача, была с какого флана? В Ставоде потеряли мы игрока, того же Петряка. Вот это меня возбудило, почему судьи так просто к этому относятся. Но глупости я не заметил. Я думаю, толерантная игра была. То есть, что с одной стороны, что с другой стороны. Просто игроки Стали постоянно, мне показалось, падали и так орали, что им то ли ногу оторвали, то ли голову отбили. Они футболисты, они должны как-то терпеть немножко. Я в том году говорил, вы посмотрите, назовите мне хоть одного футболиста моей команды, кто упал, орал или там. Даже тот же Петряк, когда травму получил, но он серьезную травму, он не орал. Ну, получил, получил, потом разберемся. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваша команда очень организованно разыгрывает стандартное положение, часто использует и забивает золото. Но в этом матче что-то не блеснули, к сожалению. Ну, к сожалению, я думаю, значит, наверное, хорошо сыграли Сталини-Бразежинск в этом плане в обороне. Ну и плюс, я еще раз повторюсь, да, наигруем, разыгруем. Но когда сразу меняется 7 человек в составе, то сложно что-то сказать по этому поводу. Ну, еще страшно, еще раз будем работать, и дальше. Прогрессируем. Еще есть вопросы? Вопросов нет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok